Театры живут премьерами, ну и, конечно, их артистами. Опытными, талантливыми, молодыми, харизматичными, всякими разными. Здравствуйте, вы смотрите Город Эсс, с вами Мариана Мирная. И сегодня у меня в гостях представитель как раз молодых и талантливых, я бы так сказала, актер театра «Самарт» Павел Маркелов. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы каким-то образом внутри театра, у вас есть деление, что это вот у нас опытные коллеги, это у нас вот молодое поколение, это вот студенты, которые только что пришли. Вы внутри вот так делитесь каким-то образом? Разумеется, как и в любом коллективе, есть какое-то деление на начинающих, продолжающих. Наверное, самых опытных и так далее. Ну, оно достаточно условное. Есть, конечно, такое старинное деление, что до 35 артист считается молодым, а потом уже среднего, зрелого возраста. А к театру юного зрителя такое тоже применимо? Вы же все там молодые. Сейчас уже ни к какому театру ничего не применимо. Сейчас уже смешались кони-люди, смешались тюзы, академические театры и так далее. То есть как есть, так есть. Слушайте, а понятие вот театральной дедовщины, оно существует? Первый раз слышу от вас о понятии театральной дедовщины. Да вы что? Нет, есть же такая штука, когда вот ты молодой только что из института, пришел из театрального, вот с Алибардой будешь стоять первый год, а потом уже, может быть, какую-то даже роль со словами дадут. Ну это не дедовщина, это на каждого вновь приходящего артиста в театр, будь он молодым или не молодым, невозможно сразу, наверное, придумать спектакль. Это какие-то более широкие производственные необходимости взять и выбрать название. Артисты иногда берут, ну, как бы впрок, что ли, вот хороший, интересный, и на него рано или поздно обязательно случится какой-то спектакль, какая-то работа. А так нет, это, мне кажется, какие-то обывательские представления о том, что молодой должен стоять с Алибардой. Вот в моей школе, в школе малого театра, там принято в малом театре брать молодого артиста и сразу давать ему какую-то работу. Такую карта-бланш обязательно, то есть достаточно крупную роль обязательно дают любому вновь пришедшему в театр. Так что нет, я бы тебе сказал. А вы помните свой первый день в театре «Самарт», когда вы пришли, как вы пришли? С чего ваша работа в «Самарте» началась? Вы знаете, для меня первый день в театре «Самарт» он связан еще с детскими воспоминаниями. Я занимался в театральной студии, которую вел режиссер этого театра, Анатолий Болт. И он нас привел в этот театр. Как раз был, возможно, первый фестиваль «Золотая репка». И мы сразу попали на какие-то фестивальные спектакли. Так что для меня вот эти воспоминания, они самые какие-то первые об этом театре. Дальше я уже не помню, откровенно говоря. А дальше вы просто туда вошли, да? А дальше я просто туда вернулся, да. Мы пока занимались в театральной студии, очень много там крутились в театре. Мы помогали. Помогали в елочных представлениях, работали со зрителями, играли с детьми перед спектаклями. Помогали рассаживать зрителя во время премьерных спектаклей «Бомбараши». Какие театральные волонтеры. Да, такие театральные волонтеры, да. Слушайте, ну вот не могу все равно не спросить про елочную жизнь, так скажем, да, театральную. Потому что тем более у театра юного зрителя двойная нагрузка. Вы и на самых маленьких, и на подростков для детей вы делаете каждый год спектакли какие-то новые, интересные. И сейчас вот декабрь, ну вот куда деваться. Все у нас в декабре так или иначе завязано на елках, на каких-то предпраздничных приготовлениях. Но театры не в декабре же начинают этим заниматься. Театры давненько готовятся уже и думают, о чем мы будем развлекать наших маленьких зрителей в новогодние праздники. Что готовится, каким образом, что нам своим детям говорить, что обещать? Готовится дядя Степа, готовится Щелкунчик. Новая редакция Щелкунчика, который уже некогда был в нашем репертуаре. И Юрий Иванович Долгих, он делает новую версию как раз под этот Новый год. Ничего подробнее сказать не могу. Приходите в театр, смотрите. Что на какой возраст рассчитано? Дядя Степа для поменьше, да, Щелкунчик на постуше? Не могу точно сказать, не могу. Вы заняты в каком-то... Я не занят в этих работах. Не там, не там. Смотреть придете? Обязательно, конечно. Вот насчет того, как смотреть то, что делают ваши коллеги. Насколько они доверяют вашему мнению? Насколько они его спрашивают? Вот есть у вас, да, в театре приветствуется то, что все приходят, все смотрят, потом обсуждение какое-то, пусть не официальное какое-то, но тем не менее. Ну, это нормальная театральная этика. Интересоваться тем, что делают твои партнеры в других работах. Поэтому это не то, чтобы принято в нашем театре, это принято вообще в профессии. Прийти и посмотреть на своих же партнеров. В той работе, в которой ты с ним не занят. Насчет мнения. Ну, опять же, в профессии не очень считается приличным и правильным озвучивать свое мнение, пока тебя не спросят. Ага. Есть, да, все-таки какие-то условности? Ну, есть, но опять же, это касается вообще творческой среды. Понятное дело, что когда тебе что-то искренне нравится, ты не можешь скрыть свои благодарности. Я хотела сказать, молодец, то можно говорить без разрешения? Это конечно. Просто очень редко такое бывает, что есть однозначно восторг от того, что делает коллега. Ну, это профессия, это работа. Наверняка и у вас на телевидении. Вы когда смотрите, как работают ваши коллеги, далеко не все вам кажется удачным, успешным. Что-то хорошо, что-то не очень. То есть это просто профессиональные такие реалии, касающиеся любой сферы деятельности. И поэтому здесь, если тебе кажется, что коллега отработал в чем-то не вполне профессионально, и можно было бы лучше, то всегда надо помнить, что найдется еще и другой коллега, который и тебя также сможет поставить на место и поспорить с тобой, так как это тоже очень все относительно... Ну, это субъективная профессия в любом случае, да? Очень субъективная. Как ни крути. Очень субъективная, законов нет. Вот о спектакле «Гамлет», в котором непосредственно вы участие приняли, главная роль, роль Гамлета, судов-пересудов было, конечно, невероятное количество, начиная от людей, которые просто вот говорили, что это абсолютно гениально и прочее, заканчивая теме, кто говорил, что это абсолютно не в его духе, жанре и прочее. Предлагаю со зрителями посмотреть небольшой фрагмент спектакля и потом вернуться к обсуждению. Смотрим. Я? Краше, чем хамелеон, не беспокойтесь, глотой воздух с фаршем и с надежд, так даже, как лунов не угощают. Ну, эти слова не для меня. Для меня и подавно. Милон, вы же играли на сцене в бытность свою в университете, не правда ли? Да, Милон, я считался хорошим актером. Кого ж вы играли? Я представлял цели и был убит на капитале. Меня убил пруд. Брутально было, что не говорили. Убить такого капитального теленка. Готовы ли актеры? Да, Милон. Иди сюда, мой дорогой гал. Садись около меня. Нет, Машка. Тут есть магнит железный. Павел, после Гамлета ваша жизнь изменилась? Личная, творческая, я не знаю, дружеская, вот какая угодно, какие-то произошли? Потому что говорят же, что это культовая роль для каждого артиста. И там многие мечтают сыграть Гамлета. Ну, культовая роль для артиста, наверное, это не совсем точное выражение. Но действительно ходит такой миф о том, что эта роль накладывает какие-то свои отпечатки на исполнителя. Не могу сказать, что я заметил какие-то серьезные изменения в своей жизни, связанные так или иначе с этой ролью. Нет, жизнь, она меняется все время. Что-то в ней меняется, что-то происходит. Во время репетиции Гамлета тоже шли какие-то личностные процессы. Но я их не связываю буквально с этой ролью. Буквально не связываю. Тем более, видите, как получилось. У нас же Гамлет в нашей интерпретации, он не является буквально трагическим героем. В связи с этим, наверное, можно сказать, что я избежал этой кармы, этой роли, как трагической роли, меняющей каким-то образом жизнь, судьбу или характер человека. А есть вообще вот такое понятие, как, да, ну вот те роли, которые, ну не скажу, обязательно нужно сыграть, да, наверное, не так, но которые большинство актеров, вот молодых мужчин, актеров, мечтают. И все-таки есть вот внутри вот этот списочек, что вот это хочется, вот в этом возрасте вот это бы хотелось сыграть, в этом вот это. Или вот такая судьба актерская, что вот как сошлись звезды, так и сошлись, и значит так правильно. Я считаю, что как сошлись звезды, звезды так и сошлись, и так правильно. И это, опять же, не какое-то сугубо актерское отношение к жизни и к профессии, а человеческая позиция. Наверное, есть актеры, которые выстраивают себе списки, ну как и люди, выстраивают себе такой проект на жизнь. Надо сделать то-то, то-то, то-то. Наверное, и среди актеров тоже есть люди, которые вот мечтают об исполнении такого списка. Вот надо бы сыграть вот то-то, 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 то-то. Нет, у меня такого нету, и никогда не было, и я думаю, вряд ли уже будет. Поскольку я считаю, что ориентация на проект, она немножко лишает человека настоящего. Она немножко тебя выбивает из тебя сегодняшнего, из непосредственного присутствия здесь сейчас, что для актера очень важно. Актер должен быть человеком, которым живет вот исключительно здесь сейчас, в профессии, да, что касается профессиональных каких-то качеств. Но вы счастливый артист, вы довольны тем, что вы играете? Конечно. Насколько у вас вот заполненность театра, репертуар свой? Конечно, конечно. И тут, пожалуйста, да, и соответствие вот этому стереотипу, что вот должен быть какой-то список ролей. Возникновение этого стереотипа, этого мифа, оно небезосновательно, конечно. Конечно. Есть целый ряд ролей классического репертуара, которые не только годами, но и веками проверены в своей интересности для актеров, в своей сложности. Потому что действительно, когда берешься за такие роли, понимаешь, как широкие горизонты у профессии, как они далеки, как можно гнаться, гнаться, гнаться за этим горизонтом, стремиться к нему и так не достичь. В этом смысле, конечно, есть основания желать сыграть такие роли, но практика показывает, что очень часто у актеров самые лучшие роли, самые выдающиеся роли, они как раз не связаны вот с этими заветными ролями в общепринятом понимании. В частности, для меня, например, очень важными были роли, как «Счастливый Ганс», например, в детском спектакле, казалось бы. Для меня очень важным был петь «Мелузу в талантах-поклонниках», роль второстепенная какая-то, роль Дона, в спектакле «Здесь живут люди» и так далее. То есть здесь, опять же, закона нет. Мы возвращаемся к тому, что нету закона в этой сфере, поэтому здесь и незачем выводить закон в построении вот этого списка и в создании вот этого проекта. К ролям на сопротивление как относитесь? Были ли у вас такие роли? Да, если да, какие? Или вам пока не приходилось с этим сталкиваться, и вы вроде в своемнутре продолжаете? Ну, это тоже, опять же, очень такое условное понятие, роль на сопротивление. Любую роль можно считать ролью на сопротивление, поскольку все равно любая роль – это не ты сам. И все равно что-то в тебе будет так или иначе сопротивляться. Ну, были, конечно, разумеется, роли с таким сильным внутренним сопротивлением, но это сопротивление, оно выражается в чем? Когда ты не можешь понять, что это за человек, ты не можешь его представить, увидеть среди знакомых, сочинить его очень сложно бывает. Пожалуй, такая самая сопротивляющаяся, что ли, роль для меня – это был Хлистаков в «Ревизоре». Вот как раз-таки мы и подвелись, не зря задают этот вопрос. Есть у нас еще один фрагмент из спектакля «Ревизор». Давайте посмотрим и вернемся. Осмелюсь представить семейство мое, жена и дочь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возле вас стоять уже есть счастье. Впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяну. Ну что ж? Ну как я счастлив с ударами, что наконец сижу возле вас? Ну я никак не смею принять это на свой счет. Я думаю, после столицы выжировка вам показалась очень неприятной. Через печально неприятной. Я привыкши к жительскому плану в свете, иду к чуть-чуть на дороге. Мрак невежества, грязные трактиры, если бы не такой случай, который меня так вознаградил за все, сударыня. Ой, в самом деле, как вам должно быть неприятно? Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно. Ой, ну вот так вот, вы делаете мне много чести, я этого не заслуживаю. Ой, ну вы же не заслуживаете, сударыня, вы и заслуживаете. Ну я живу в деревне. Впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручки. Ну конечно, тоже сравнивать с Петербургом. Эх, Петербург, что за жизнь, право олиям. Та-та-та-пам-пам, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну вы думаете, что я только переписываю, а нет. Начальник отделения со мной на дружеской ноге. Войти в роль можно, а как выйти из роли? Считается, что из роли надо выходить вот так. И все? И все. То есть входить в нее долгим мучительным процессом? Нет, нет. В идеале артист вот так вот должен входить в роль и вот так из нее выходить. Другое дело, что для так называемого вхождения в роль необходим определенный репетиционный процесс. Когда надо этого человека, то что я говорил, увидеть. Его как-то представить себе и попытаться встать на его место. что называется, в быту войти в шкуру, да? Влезть в шкуру другого человека. Вот это как раз очень интересно всегда. Потому что и зрители, которые приходят на спектакли, они потом задаются вот этими вопросами. Как? Вот как? Это же не он, да? Вот как сыграть вот этот персонаж? И потом актеры часто объясняют, что находят свое вдохновение там, я не знаю, в бабушке на улице, в человеке из очереди, да? Вот где-то, где-то. Хлестаков, вот присутствуют ли в вашем Хлестакове какие-то наши самарцы, которых вы где-то встретили на своем пути? Это фантазия? Или это автор? Я работая над этой ролью, я убедился только в одном, что Хлестаковых в жизни не существует. Это же Гоголь. Надо понимать, что это автор несколько такого мистико-фантастического, фантазийного свойства. И, наверное, в Хлестакове соединилось много разных, много разных людей, много разных типов, что ли, человеческих. Поэтому эта роль и такая яркая, да? И такая она, заряженная какой-то силой настолько, что до сих пор не теряет своего какого-то успеха у зрителей, да? Там невозможно просто объяснить природой какого-то одного конкретного человека все поведение Хлестакова. Ну, невозможно. Там психологический прием не подходит. Методики разные бывают. И бабушки, про которых вы говорите, которые являются вдохновением, могут являться вдохновителями для актера, для создания роли. Это всего лишь один из методов. А есть другой метод. В частности, вот с Хлестаковым и вообще с Гоголем, наверное, очень хорошо работает, должен работать, вот, как мне кажется, метод Михаила Чехова. Кстати говоря, одного из самых легендарных исполнителей этой роли Хлестакова. Здорово. Слушайте, прям и мистику сюда, и все, про все вспомнили. Но не могу еще об одном случае не вспомнить. В прошлом году, перед Новым годом, когда у нас наступал год козы, я активно искала героя для сюжета предновогоднего, кто же у нас родился в год козы. И, о, мое счастье, оказалось, что вы как раз-таки родились в год козы, и мы с вами разговаривали и о козочках, и о том, какой должен быть год, и говорили о том, что, наверное, для того человека, который родился в год козы, год козы должен был быть очень удачным. Как у вас сложился год, и вот эта коза та самая, принесла ли она то, что должна была принести и обещала? Ну, я как-то так получилось, что заранее не встретился с козой, и мы с ней ни о чем не договорились. Она мне лично ничего не пообещала. Но в этом году произошли действительно какие-то приятные события. В целом год был очень ровным для меня. Как-то стала налаживаться бытовая немножко жизнь. Были определенные проблемы. Сейчас они каким-то образом... Удалились из вашей жизни. Они, да, можно сказать, что почти удалились. И слава козе, наверное, в этом смысле. Но что касается там, допустим, творческой, профессиональной стороны дела, не могу сказать, что было что-то особо яркое, выдающееся у меня. Но год еще не закончился. Возможно, варианты еще, да? Я думаю, что, да, коза еще вполне в состоянии преподнести какие-то сюрпризы. Она натура артистичная и непредсказуемая. Две минутки остается до конца эфира. Какие планы в театре, известно ли, что будет ставиться после Нового года? Какие-то серьезные проекты? Есть ли уже у вас ваш план-график на будущий год, после, да, январских вот этих праздников? К чему приступаете? Что будет репетироваться? Ну, мой план зависит от плана театра. Я принадлежу конкретному театру и не занимаюсь больше ничем другим. И все наши планы связаны с переходом на новую сцену, которую мы очень сильно ждем, открытие ее. которая в очередной раз задержалась, отложилась. Но очень надеемся, что вот вскоре после Нового года, как это недавно еще и было озвучено, все-таки произойдет строительная сдача и к следующему сезону мы все-таки сможем принять зрителя уже в новых стенах и показать новые работы, которые и планируются. Иванов уже срепетирован практически и законсервирован до открытия новой сцены. Должен будет приступить к горе от ума Кузин. Интересно. Если все будет в порядке, это тоже уже известно. И известно, что будет какую-то работу делать Адольф Шапира. Пока еще не озвучено название. Мы вам желаем, чтобы все случилось. Мы тоже зрители. И наша телекомпания тоже с нетерпением ждет открытия новой сцены. Надеемся, что она нас поразит. И прям вот коротко нашего зрителя с Новым годом поздравьте. И мы из эфира выходим. Дорогие зрители, с Новым годом. Всего вам самого-самого лучшего в наступающем году. И пусть он будет все-таки лучше, чем все предыдущие. Со зрителями прощаюсь до следующей пятницы. Смотрите нас на телеканале Самара Гиз. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова